На этом уроке мы проведем грамматический разбор трёх аятов, начиная с 32-го. То есть поистине для боговоязвенных есть место спасения, райские сады и виноградники, и полногрудные сверстницы, и полные чащи. В предыдущем разговоре слова мафазн мы сказали, что это исмуинна, имя частицы инна, которое она поставила в состояние аднасп. Хадайко – это бадальмин мафазн, приложение для имени мафазн, его замена. То есть для боговоязвенных будет место спасения, будут сады. Убадальм мансуби мансубин мислуха – бадаль, то есть имя, являющееся заменой предыдущему имени, поставленного в состояние аднасп, так же, как и оно будет поставлено в состояние аднасп. У алямты аднаспхи признаком аднаспа в этом имени является альфатхаззахирату аля ахирихи – явная фатха над его окончанием. А если кто спросит, почему это имя мамнуан менас сарфи, я не мамнуан менат тануин, почему это имя не имеет тануина на конце? Мы скажем, что это форма сиоутамунта гальджумуа, так называемая крайняя или последняя форма множественных числа. Как известно, это всего две модели, две формы, два шаблона – мафаилу и мафаилу. Так вот, хадаюх – это слово по модели мафаил, поэтому оно безстануина. То же самое можно сказать и про следующее слово каваиба. Ва анабан. Альфа – это харфатфин, союзная частица, которая соединяет все слова с первым упомянутым именем, то есть с хадаюха. Значит, все пять следующих имен будут соединены с именем хадаюха. Значит, это харфатфин, мабниу аля фатха, с неизменяемым окончанием, с фатха на конце. Альфа – это хадаюх, соединено с именем хадаюха. Вал-мактуфа аляль-мансуби – мансубин мithлю. А соединенные с именем, поставлены в состояние от нас б'име, точно так же, как и оно должно быть в состоянии от нас б'име. Поэтому мы говорим. Альфа – это хадаюхи и мансуби. Ва аламуту наспии признаками подержа от нас б'име являются. Альфатхата – это хадаюхи. Альфатхата – это хадаюхи. Явная фата над его окончанием. Дальше. Ва каваиба от раба. Грамматический разбор у кавааба точь-точь похож на разбор ваанаба, слово ваанаба, без какой-либо разницы, так что мы можем заменить их в арабе одно другим. Просто добавим, что кавааба тоже соединено так же как и анаба к слову хадаюка, потому что при соединении здесь происходит посредством союзной частицы вау, которая соединяет все с первым именем, сколько бы имен посредством нее не соединялось. Потому что она служит просто для соединения и не указана последовательность и порядок. Значит слово кавааба тоже соединено частицей вау со словом хадаюка. Атрабан это наат, цифра для кавааба, то есть его определение и описание. У наат аль мансуби мансубин мислю. Анаат определение поставленного в состояние нас в имени так же как и оно будет подобно ему в состоянии нас. У алямата нас вау и признак нас вау в этом имени это аль фатхата злахирату аля ахири. Явная фатха над его окончанием. А что касается ираба слов укасан дихақа, то его грамматический разбор без единой разницы то же, что и у слов укавааба от раба. Поэтому все, что мы сказали насчет предыдущего аэта применимо и здесь. То есть ираб 32 и 34 аэта едины, одинаковы, без какой-либо разницы. Останавливаемся на этом, на следующем уроке. Иншалла мы продолжим. Начнем ираб 35 аэта этой суры. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...